Всем здравствуйте! Это новости Турции. Как можете заметить, у нас в ней очередной экстренный выпуск новостей для того, чтобы новости имели свою актуальность. Я расскажу о том, что произошло в Турции, какая вообще трагедия, какой вчера страшный, ужасный день был в стране, для того, чтобы были самые свежие новости. Хочу напомнить, что здесь нет никакой моей личной оценки. Я перевожу новость из официальных источников в стране на русский язык. Это мой личный блог, без какой-либо претензии на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих топовых новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего. Давайте приступим. Самая большая катастрофа – это трагедия, которая проходила вчера в течение дня, набирала обороты к вечеру, и, конечно же, погибла ночью. Прошедшие – это огромные лесные пожары, а точнее, это просто кольцо огня. Началось это все с провинции, с пригорода из мира, но потом дошло до самого города, до высотных зданий. В общем, это было нечто страшное. Сейчас я хочу рассказать последовательность событий, которые произошли, какую-то свою оценку. Доводы вы можете дать в комментариях под видео, что вы думаете по этому поводу. Я просто хочу рассказать новости, события, как они развивались шаг за шагом. Ну, а выводы уже сделайте сами. Весь день в окрестностях из мира пригорода был пожар. Огонь добрался до населенных пунктов, эвакуировали деревни, потом уже самих жителей многоэтажных домов. Сильный ветер помогал распространяться пламенем. Муниципалитет района Каршияк, которому и произошло это возгорание, призывал даже граждан уже вечером к организации, у которых есть рабочие, техники, цистерны, любые вообще средства. Мы присоединиться просили всех к пожаротушению. Сил государственных не хватало. По состоянию на вечер пятницы по всей Турции вчера всполыхнуло 72 пожара. Днем эвакуировали людей и также приюты с животными. Спасено было около 250 кошек и собак. Но на самом деле к вечеру уже была информация о 600. Весь день шло тушение пожар. Люди в соцсетях уже к вечеру начали своими силами организовывать сбор гуманитарной помощи денег пострадавшим животным и людям, которых эвакуировали или которых сгорели дома. Курьеры, в свою очередь, развозили воду айранным мотоциклом для тех, кто участвовал для пожарных. Очень много кадров ужасных. Того, как пламя окутывает, подходит к городу, как эвакуируют деревни. Сгорело очень много домов. Люди, плачущие на пепелище, которые в один момент просто лишились всего дома, имущества. Многих сгорели животные. Не смогли многие спасти домашних скот, животных и так далее. Есть душераздирающий кадр, как молодой человек в частном доме в провинции залетел в уже горящий дом спасать свою большую собаку бойцовой породы. Собака спряталась, забилась. Он в истерике, в слезах орал, искал ее, нашел и спас. Слава богу, они остались живы и спасены. В районе 11-12 вечера даже мэр Стамбула, Икрема Мамулу, он поручил пожарным частям Стамбула выехать на помощь в Измир. И ночью где-то в районе 11-12 ночи уже просто были видео также в интернете, как на всей скорости пожарные из Стамбула летели в Измир. На минутку, Измир от Стамбула примерно 3,5 часа езды, смотря по какой дороге ехать, короткий путь есть, более длинный. И в Измире население больше 4 миллионов человек. В стране, в Турции, Измир третий по размерам численности, вообще масштабом, третий город в стране. И уже к 11-12 ночи в самом Измире было огромное задымление, просто на голову людей летел пепел. Люди здесь стали эвакуировать также из высотных домов, обычных многоэтажек, сетей, то есть обычных районов спальни. При этом, инициативная группа под названием «Дети огня» РПК, террористическая организация, взяла на себя ответственность за лесные пожары, вспыхнувшие в 56 населенных пунктах в Измире и в Айдене. Также из-за лесных пожаров было арестовано на данный момент кутру 6 человек, а еще трое объявлено в розыск. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны. Теперь давайте к информационному моменту. Отойдем немножко от фактов, что происходило в СМИ и в головах, скажем так, людей и граждан. По факту, что мы имеем, что был затяжной пожар с самого утра, возгорание было в течение дня, ветром помог ветер распространиться, пламя, охватить больше участки пожара, подойти к крупному городу. Весь день его пытались тушить, но, как видимо, сил было недостаточно. Взять его под контроль пожар или плющи всех было просто невозможно. В свою очередь уже вечером стали появляться в СМИ такие, в Твиттере, в СМИ просто показывало, что идет пожар с места происшествия, скажем так, с вертолетов записывали видео, с дронов. В Твиттере и в соцсетях, в частности, в Твиттере, началась информация о том, что так, вопросики, почему у людей возникли вопросы, почему пожару в течение дня давали распространяться, почему не хватило средств и сил с ним справиться, почему недостаточно именно технических средств машин, воды, вертолетов, самолетов, то есть технической части. К количеству людей вопросов нет, я попозже статистику вам озвучу, кто как тушил, но по факту, в общем, почему дали этому произойти в таком масштабе в течение дня, почему не применяли силы или почему технически сил этих не хватило. Понеслась критика напрямую к президенту и правящей партии, где деньги, где средства, профинансирование и так далее. Параллельно этому выступают официальные представители, например, Фахритин Алтун. Я хочу зачитать его цитату, которую он давал с места уже катастрофы. Хочется отдать должное. Всякие министры и руководящие посты в правительство, они прибыли на место на тушение пожара, не остались в стороне. Вот что заявил официально Фахритин Алтун. Государство полностью мобилизовано. С момента начала пожара все соответствующие учреждения работают в тесном сотрудничестве. К сожалению, в такие времена могут распространяться ложные сведения и необоснованные сообщения, эксплуатирующие общественную чувствительность к пожарам. Крайне важно, чтобы наши граждане воздерживались от веры в такой вводящий в заблуждение контент и вместо этого полагались исключительно на официальные заявления от правительства в СМИ. То есть у нас здесь идет заявочка тут же о том, что это террористические акты и некое Дети Огня, скажем так, подразделение террористическое берет на себя ответственность за некоторые, не все пожары. Пожары возникали в разных частях страны и в Анталии, и в Мугли, и в Измире. То есть если вы посмотрите на карту, это очень большое расстояние. Несмотря на это, когда в Измире утром начинался пожар, было заявление официальное в СМИ турецких о том, что костер развели три человека, и это был пикник. И этот пикник находился в районе Яман-Лар-Далы, и уже после этого пожар распространился за сильного ветра с этого пикника. И по факту это привело к эвакуации 105 домов, 44 предприятий, и министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил, что по всей стране за прошедшую день и к вечеру пятницы 72 пожара было, и 45 из которых взяли под контроль. И в связи с этим вот были задержания, 6 человек задержали, трое там в бегах, короче говоря, в поисках. Ну вроде бы как их уже задержали. Сейчас утром самая свежая информация о том, что тоже министр сельского хозяйства сказал о том, что в настоящее время городу Измиру ничего не угрожает, волноваться не стоит по поводу пожара. И общая площадь пострадавшего пространства составила 1600 гектаров. Вот на утро субботы по факту, что мы имеем, очень много волонтерских групп в соцсетях, которые собирают и на местах гуманитарную помощь, питание, одежду, какие-то средства бытовые для людей, у которых сгорели дома. Я напомню, что горели деревнями. Второе, собирается то же самое для животных из приютов государственных, которых эвакуировали, которые приюты сгорели, они были на окраине города тоже. Животные где-то больные, в плохом состоянии, им не есть, и остаться не будет ничего, ни медикаментов, ни питания. И следующий момент, как бы неотвеченный вопрос у людей. Мы сейчас посмотрим, что будет, но, по крайней мере, прошлым вечером в Твиттере все, что обсуждалось, люди были просто в ярости. Разделились, конечно, мнения очень многие. Кто-то хочет верить в теорию о том, что это все-таки официальные СМИ, о том, что это террористы сделали специально для провокации бунта против правительства. Кто-то хочет верить в токара Божья за законы, которые вы принимаете, про бездомных животных, убийства и так далее. Кто-то вообще старается отстраниться и просто молча помогать, чем может. Но одно точно скажу, простые люди, турки, в этом горе объединились. Ведь держат связь между собой. Мы посмотрим, как ситуация дальше будет разворачиваться. Также вчера отметился турецкий парламент в мировых СМИ, потому что произошла драка между депутатами рабочей партии Ахметом Шиком и членом правящей партии справедливости и развития. Шик с трибуны критиковал действия партии правящей, обвиняя их в беззаконии и религиозном шарлатанстве, которое в политике сейчас происходит. Началась очень крупная драка и потасовка с проливанием крови. И был такой массовый замес. В общем, вот эти дебаты, полемика, которая происходила на словах обвинения друг другу, ведущей партии оппозиции, перешло все к рукоприкладству, следы крови. Кто-то разнимал, кто-то поддавал, дрались. В общем, итоги депутатов растащили, следы крови остались. Очень-то тоже в СМИ, знаете, в СМИ этому делили, ну, не очень много внимания, на самом деле, да, самому факту, что это было, там в деталях не разбирались. Но в социальных сетях, конечно же, это смаковали, обсуждались, очень много видео получилось. Потому что это все под камерами происходило, плюс сами депутаты что-то снимали в этот момент. Также вчера было нападение нечто типа террористического акта. И хочу отметить, что эти нападения участились в последнее время, за последний месяц буквально. В городе Йозгат человек шел вчера по улице и просто тыкал, закалывал ножом всех, кто попадался ему на пути. Буквально еще несколько дней назад подобное было и другой провинции. В итоге нападение этого с ножом погиб 14-летний парень, проходящий мимо. А также были ранены, порезаны еще 5 человек, которым потребовалась медицинская помощь, госпитализация. Вообще за последний месяц только в Турции произошло 4 подобных случая атаки с ножом. Прям в толпе, на улице, на людей нападали. Это Бенгол, Ходжаэли, Эскишхир и Йозгат. То есть это провинции Турции, не в каких-то центральных, не в самых крупных городах. Еще хочется уделить под конец видео немножко внимания. Были у меня вопросы, и в личку привитали, и в комментариях под видео. Решила уделить этому внимание этой новости. Разговоры о том, что Турция не отдает деньги детям Хани, лидера убитого, лидера Хамаса. И Турция не отдает им деньги. У нас вышли официальные, скажем так, заявления, комментарии у государства на эту тему. По факту, как вообще звучит новость, что глава МИД Израиля, Кац, он заявил, что сыновья покойного главы политбюро Хамаса, Хани, требуют от Турции 3 миллиарда долларов, что он хранил эти деньги на турецких банковских счетах. И эти счета принадлежали их отцу, который погиб. По словам заявления официального Каца, президент Турции от Даган отказался отдавать им эти деньги, то есть Турция эти деньги зажала. Но в ответ на заявление Центр по борьбе дезинформации при администрации президента Турции опроверг эту информацию, то есть это что-то нечто типа Роскомнадзора Турецкого. И это подразделение заявили о том, что у главы политбюро Хани не было никаких сбережений в турецких банках, что подобные вопросы вообще даже не обсуждались на встрече Эрдогана с сыновьями Хани. Вот такой ответ официальных лиц, назовем тогда официального учреждения Турции на эту тему о деньгах. Больше каких-то там прям весомых больших комментариев на эту тему, про эти деньги не было. Вот такие новости на данный момент в Турции. Я всегда буду стараться давать вам новости оперативно, когда не потеряна их актуальность, чтобы вы были в курсе, что в данный момент в Турции происходит. Пожалуйста, пишитесь на телеграм-канал, ссылка в описании под видео на самые свежие новости из Турции, чтобы быть точно всегда в курсе. Там все новости появляются раньше. Всех будьте первыми, кто их прочтет. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok